Лицей Министерства по надзвычайных ситуациях открыли в мае 2004-го. За минулый час его выпускниками стали около 400 человек, 80% из которых притягнули в учебу в профильных высшейших научных установах страны. С лекой селетних выпускников Амальпалова уже обеспечила себе место в НУ, все дякуючи выдатной в учебе, а так само активному делу в спортивных и культурных мероприемствах Лицея в области и страны. Первым, чем урочить аттестаты об угольной средней эдукации, лицеистов означают узнагародами, дипломами и подарунками. Одному новотворочистых обставинах присвоивают спортивный разряд кандидата у маэстри спорта. Такими выпускниками не льга не гонориться. Безусловно, сегодня выпускники лицея уже проходят службу в гарнизонах нашей страны и однозначно носят свой вклад в целом в безопасность нашей республики. В том числе занимаются воспитанием личного состава, показывают достаточно хорошие, прекрасные результаты. И в целом мы горды тем, что привели им любовь к родине, долг, честь, отвагу и мужество. Я, пользуясь случаем, хочу высказать слово благодарности, безусловно, преподавателям, командирам тех, кто занимались воспитанием и становлением наших парней. Одной из традиционных часток урочистой выпускной церемонии является закладка памятной плиты, до какой, по словам руководства лицея, можно будет вернуться в любой час, только уже в зусим и иншем статусе. А поколь выпускники отримовывают аттестаты. Проходится марш мимо родных сябров и наставников. И им застаётся только уапошний раз выконать приказы командира и подкинуть фуражки в вышиню. Мы стараемся в своей работе, своей заботой, своим вниманием, опытом, которого есть в коллективу, уже достаточно серьёзный опыт, позволяет нам курировать этих детей и направлять их в дальнейший клаван. Отслеживаем мы судьбу, безусловно, переживаем, если что-то не получилось, радуемся их победным достижениям, потому что для нас каждый учащийся, лицеист – это как член семьи, большой нашей, которую мы сегодня, повторюсь, пускаем в люди. Завтра они снимут форму лицеистов и перебранутся в цивильное одзение. Однако ещё долго будут сличить себе частка великой семьи, в какой из них выховали воинов у гонору. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, Телерадо и компания «Гомель».